Всем привет, чуваки! С вами я, PandaFX, и сегодня хотел бы с вами обсудить вот какой вопрос Стоит ли покупать Криштиану Роналду или же нет? Настало время очень серьезных разговоров Но перед тем, как мы начнем, естественно, я хочу вам напомнить о самом лучшем букмекере во вселенной Сайт 1xbet Высокие коэффициенты, большие выигрыши, быстрые выплаты Я думаю, что вы лучше меня уже об этом всем знаете, ссылочка будет в описании Ну и перед тем, как мы обсудим этот вопрос, я вам опять в очередной раз докажу, что я супер-мега-лакерный человек Мне в очередной раз повезло, упали супер-топчики, мне упал, а я, впрочем, не буду говорить, кто мне упал Сами чекайте и наслаждайтесь О! Волкаут! Волкаут, ребята! Кто? Франция! Соп, мать веди! КОНТЕ! Ебать, братан! Ты понял? Ты понял, да? Я уже не зря пришел КОНТЕ! Охуеть! Охуеть, это пиздато! Я только хотел сказать, что, блядь, там про Денис что-то Это жесть! КОНТЕ! Пиздец, чувак! Вот это ведь дропнул сейчас! Красиво! Я уже доволен, честно, ну типа, блядь! В самом начале выловить такого топового игрока, это круто! Не, мне нормально так дропается! В последнее время очень хорошо дропается! Тебе жаловаться, мне кажется, вообще... Да, вообще, Рамос еще бесплатный пал! КАРАНТЕМЬИТО!rede, назвал у меня всё отлично пока! FIFA началась для меня максимально круто УООООО ООООО!tailко! Красава! блять, чувак! Ты прям ты прям красиво одешь, блядь! Это как охуенно будешь! МЕНИЕ ОДОГО ПРОЦЕНТА! Братан! МЕНИє ОДОГО ПРОЦЕНТА! ОРХУЕЕТССССУ! Мы увидели все-таки синеен свечение! ООООО! Первый волк-аут на моем аккаунте! Блять, опять информ! ЧЕК, хорош! Не уверен, перечерчася ведь... О, волкаут, волкаут! Бразилия! ЛВ! О, Каутиньо! Хорош! Бля, я думал в начале Неймара, думаю... Пиздец, блин, каждый раз, когда я отхожу, волкаут, Гризман в тот раз, блин, упал. Блядь, вот сейчас, знаешь, я прям ждал, короче, блэ, логотип с Неймаром и думаю, бля... Бля, ебать я бы охуел. Нет, я бы сейчас тебе пизды уже просто давал. Сидим, короче, я тебе, блядь, пиздатых игроков ловлю, блядь, а ты мне нихуя не поймал. Секенд пэп! На, забирай свои хор... Ты угораешь? Чё, блядь, нахуй? Ты угораешь? Чё, блядь, нахуй? А кто там? Бенедер. В паке за пять тысяч! Чё, блядь? В паке за пять тысяч! В паке за пять тысяч! Семь с... семь скусков, спасибо большое, брат. А после стрима я решил ещё задонатить, пошёл валяться в ту комнату с девушкой и она мне вытащила пару крутых пацанов. Вот они. Ну, типа, это ж пиздец. Типа, очень сильно везёт. Я не знаю, с чем это связано, почему в этом году мне eSports так решили подкрутить, но в любом случае я жаловаться не имею права. Спасибо EA. Окей. Ну и, собственно, вопрос, на который я до сих пор не нашёл ответа. Стоит ли покупать Криштиану Роналду FIFA 19? Я успел сыграть за его арендную версию, три матча, пять голов и все пять мячем забил в последнем матче очень слабому сопернику. То, что, как вы понимаете, совсем не показатель. Также я играл около пяти матчей на Xbox и хочу в целом по своим ощущениям сказать, что он потерял ту самую свою имбовость, так скажем. То есть, раньше он выделялся своей скоростью, своими лонгшотами, своей физухой, а в этой FIFA я даже не знаю, что рулит. Вот в этой игре забить лонгшот практически невозможно. Без шуток. Кто играет, тот знает, блядь. Это просто нереально, потому что игроки тебя постоянно прессуют, постоянно под тебя кидаются, какие-то автополёты. Ну, естественно, там один залетит в десяти матчей, поэтому смотреть на показатели лонгшотов в данной FIFA это уже совсем не актуально. Или, возможно, это связано с тем, что слишком много киберспортсменов сейчас играют в FIFA, поэтому все жесткие. Реально, вот каждый матч у меня это как ебаная потная викинг лига. То есть, у меня реально не было ни одного матча, где я просто на расслабоне играл бы и типа, а, вообще похуй. Постоянно каждый ебаный матч я потею. Про скорость я вообще ничего говорить не буду, так как вы сами знаете, что пейс в этой игре уже вообще не дышать. Вот такой вот пример на состав я накидал на свою первую викинг лигу. Де Брюне у меня будет стоять на ЦАП и решил его себе прикупить. Пяти это просто гений ебаный. Он у меня изначально стоит на ЛЗ, но потом со временем перемещается на ЦП. Это во время матча я делаю динамические перестановочки. Я вот все равно думаю о покупке Криштиану Роналду, так как у меня есть непродаваемый Дуглас Коста. И тут, в принципе, в теории я могу выстроить все так, чтобы у меня играл Криштиану Роналду. Но, сука, я не чувствую его, реально. Ну, типа, ты когда играл за Криштиану Роналду в прошлых частях, ты понимал, за что ты платишь. Ты понимал, что ты переплачиваешь за результат. А в этой части FIFA я даже не знаю, на какой аспект отталкиваться физуха, скорость, удары, лонгшоты. Это все уже не работает, ребята. Вероятно, если какой-нибудь патч выйдет и все будет по-другому, тогда окей, поговорим. А пока очень сложно, серьезно. Хотя в теории я могу сейчас купить себе Криштиану Роналду в ТВ и наслаждаться жизнью. Возможно, он дальше подорожает, когда у него будут выходить новые карточки. Но стоит ли это делать или нет, я не знаю. Возможно, вы за меня решите. Может быть, купить лучше кумира какого-нибудь. Может, кумир будет как-то по-особенному чувствоваться. Я не знаю. Мне интересно будет послушать, что вы думаете об этом всем деле. В общем-то, с вами был я, PandaFX. Спасибо, что посмотрели этот ролик и всем хорошего настроения. Пока!